здравствуйте дорогие телезрители мои любимые афонтовцы и конечно подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема пионы что мы с ними сейчас будем делать когда они отцветают и уже отцвели потому что такое безобразие глядеть на него просто жутко и давайте начнем милые и любимые дорогие мои садоводы и цветоводы хочу вас предупредить мы сегодня обрезать будем отсветшую часть пионов а не под корень как вы любите делать нет чем дольше сохранится зеленая масса листья тем лучше образуются там под землей почки замещения которые на следующий год снова дадут цветущие побеги вы об этом должны не просто знать а выучить наизусть давайте обрезать потому что это все лохматость это никому не нужна и растение уже устало в этом году конечно она не просто устала она была замучена жарой в сибири до такой степени что пиона свели только по три дня представляете себе огромная шапка три дня и все осыпается поэтому пионом надо не просто помочь не не просто обрезать их уже как бы да отцветающее все их надо еще и кормить и поить не переставая не надо делать такое лицо вы думаете что если цветок отцвел за ним ухаживать не надо еще как надо потому что это будет залог будущего цветения мы же не одним годом живем а уж тем более не одним днем кормить пионы можно полными комплексными цветочными удобрениями это пожалуйста весной вносим приствольный круг обязательно обязательно поливаем настоем черного хлеба вы умеете уже это делать и обязательно поливаем водой поливаем достаточно много уж раз в неделю на такое кустище ведерко то нужно вылить обязательно можете из шланга не обязательно таскать ведрами но все-таки вы должны помнить что это цветы мы их не едим землю под ними не используем этот цветок многолетний поэтому и здесь химия не противопоказано если у растения что-то не так иногда вы жалуетесь что муравьи там заедают бутоны да муравьи ничего не заедают там на бутончика появляется капельки медвяной росы очень сладкой и муравьи не могут себе отказать в удовольствие вот залезть на этот кустище и полакомиться этой росой вкусной поэтому гонять их бессмысленно можете сбивать шлангом струей от этого они тлю сюда не принесут для им не нужно для нужно только там где надо подсосать листик молоденький а потом молочко из до которой она образует вот это молочко съесть а здесь пион сам выделяет вот эту медвяную росу поэтому тли здесь не бывает практически а муравьи бывают по это годеныш полз только что он все еще пытается найти не расцветшие бутоны чтобы наесться у него тоже задача знаете ли вечная на земле продолжить свой род а чтобы его продолжить надо комар на должен комариха кстати сказать нас должна укусить напиться крови только тогда у нее появится до еда для ее деток будущих а у муравьев вот это все связано с такой едой они конечно поедают и трупики всевозможные но уж это они любят однозначно вот смотрите я обрезаю да и у нас очень красивый становится куст зелень опиона она очень декоративно ну я не знаю когда говорят ой а цветут и все да не ой девочки а цветут и все лучше чем крапива правда хотя крапива очень полезная я еще хочу сказать что вы должны понимать что вот все прекрасное на земле она требует не просто ухода а еще и затрат затраты связаны с тем что мы покупаем удобрения да тратим свое время это все трудозатраты финансовые затраты но вот смотрите я обрезаю все что от свело или уже доцветает очень некрасиво выглядит но кроме этого есть еще одно условие которое вы должны соблюдать когда пион отцвел это конечно вот это все коричневые лепестки либо это розовые там да еще цветные вы должны все это стряхнуть лепестков почему да потому что если пойдет дождь то эти лепестки начинают гнить и на ваших пионах на их листья появится масса заболеваний с которыми знаете иногда можно и не справиться тщательно обрезали и также тщательно все пожалуйста отряхните чтобы весь вкус был вот такой зеленый они в этих опавших лепестках от бутонов я всегда говорю какой мой девиз сделай один раз хорошо они 10 раз плохо услышьте меня но сегодняшняя наша задача не только в том чтобы убрать эту всю некрасивость а я хочу вам показать как черенкуются пионы для этого надо бы надо бы выбрать стебель который не цвел но я вам предлагаю все-таки еще как бы ну хотя бы научиться потому что следующий сезон он придет он никуда не денется и вы будете точно знать и понимать как сделать вам из одной ветки дорогущего красивейшего пиона сделать черенки и получить новые растения можно откопать я вас слышу а можно и не откапывать не надо знаете задаться целью откопать все у куста разделить его и он у вас три года не будет свести а еще и будет болеть надо просто взять 1 2 3 черенка от такого куста не грех взять и больше значит для того чтобы черенок у вас был совершенно правильный выбираем ну молодую ветку молодую вот смотрите я выбрала вот такую ветку вот такую и мне надо вырезать ее практически ну вот там листа нет да тогда я это сделаю вот так вот если бы здесь был лист я бы взяла еще ниже но листа нет поэтому ну вот так будет достаточно смотрите а теперь внимание сосредоточить мы разрежем его так чтобы по два листа осталось на черенке значит у нас вот этот срез будет косой и он будет находиться в двух сантиметрах от вот этой вот пазухи где находится лист видите и он обязательно будет косой но его надо сделать правильно если я не ошибаюсь то вот так смотрите одним движением чтобы было ровно вот секатор знаете хорошая фирма но что-то прям хромает а вот этот срез у нас будет вот такой прямой мы оставим также два там два с половиной сантиметра и срежем вот так вот сейчас я разделю этот черенок так ну пока обрезаем вот так прямо так и остается у нас тут и остается тут фигня вот это уже не годится здесь только один лист а нам бы желательно здесь два листа значит ничего страшного это нам не годится значит у нас получится три черенка что делаем дальше вот так нужно делать чтобы все было видно теперь нижний лист мы обрежем и оставим пенечек сантиметрик да вот это нам нужно срезать на косой срез этот прямой срез всегда и у нас останется один листик для того чтобы вот этот вот череночек как-то мог существовать корней у него нет заметьте мы вот эти листья обрежем наполовину слишком большая зеленая масса и растение не справится с этим листом она не накормит и не напоит его поэтому вот так поперек убираем половинку ну вот этот можно убрать совсем вот он правильный черенок но заметьте черенкуется таким образом только травянистые пионы к древовидным это не относится и к это тоже не относится это это гибрид между травянистым и древовидным пионом значит я делаю второй черенок также убираю часть листа потому что многовато это все ну здесь вот как наверное достаточно потому что зеленая масса мало ну и этот черенок он тоже имеет право на жизнь здесь по косой и здесь на половину оставим вот небольшое количество зеленой массы здесь ее очень много но еще раз повторяю лучше бы это сделать конечно весной когда ветки стебли пиона поднялись и появились у них цветочные шарики бутоны знаете размером как маленький орешек ну прямо скажем два рисовых зернышка вот в этот момент нужно черенковать но другого времени просто не будет значит у меня получилось три черенка и что мы с ними делаем дальше у меня в руках пачечка волшебная гетероауксин что это за такой препарат вы наверное многие знакомы есть корневин есть укоренитель это все действующее вещество одно и то же но изначально правильно называется именно так гетероауксин и вы должны понимать что для того чтобы вот эти замечательные пион это розового цвета изумительные забыла как-то какой-то там поток упающий значит сорт называется надо прежде чем высадить в бороздку определенное совершенно место положения нужно найти нужно выдержать в этом препарате от 6 до 20 24 часов так вот что здесь написано культура сеянцы саженцы смородина крыжовник малина черенкование плодовых луковица цветочных культур значит два грамма на один литр рассада овощных культур выдерживается также значит ну вот черенкование декоративных культур 16 часов и на 16 часов вы отправите вот своих черенков от красивейших растений отправить и естественно вот в этот раствор значит два грамма на 2 грамма на 0 5 литра 2 грамма вот здесь 0 5 воды нужно высыпать весь порошок вот на это количество воды до высыпись тоже он там такой знаете уже непонятно порошок это или нет ну какое-то вещество типа какой-то вот придется его выполоскать там иначе она оттуда не выйдет нам-то знаете мы все добудем что спрятано так все я вы мало весь пакетик все в кружке он пустой и надо развести этот порошок ну вот кажется все значит смотрите когда мы поставим черенки туда в этот раствор они у нас должны находиться вот так вот всего в растворе не вот так не вот так не так а вот так только чтобы обработать это место почему это потому что именно здесь должно начаться образование корней именно здесь а вот между вот этим черешком и вот этим стволиком к осени должна появиться розовая почка и когда вы отгребете землю да и увидите розовую почку значит приживание стопроцентное значит у вас есть уже целый куст вот того пиона который вы хотели размножить опускаем туда нужно убрать это в тенечек конечно не на ярком солнце разумеется вот так они должны примерно там находиться вот еще один прием который бы рекомендовала для укоренения смотрите возьмите иголку или вот ножницы как я и сделайте это называется кажется бороздование и сделайте вот так нанесите ранки продольные так чтобы вы только прорезали вот эту зеленую часть слегка вот так обязательно под этим местом где остался черешок тоже сделайте продольные разрезики и на каждом черенке это повторите во первых вещество зайдет достаточно глубоко да и ауксины именно они будут способствовать образованию новых корней они что-то другое можно взять булавку да ее удобно держать у нее как бы до острый кончик и ей тоже удобно это делать но я вот да предпочитаю делать тем что есть под руками бороздование полезно делать и на розах тоже и но не только на розах но когда вам подарили очаровательный букет роз и вдруг по какой-то причине из пазух листьев пошли молодые побеги ну разделите вот так же на черенки постарайтесь сделать это правильно и вот то место где у вас окажется нижний листик и отрезан будет обязательно также нанесите вот эти порезы продольные непоперечные продольные ну и также в воду как вот мы сейчас делаем с пионами это и будут те черенки которые дадут вам потом корни собственные розы значит мои черенки должны отстоять 16 часов но я это сделала не для того чтобы отрастить пион умеет так больше чем надо я хочу чтобы вы увидели как их надо правильно посадить слышите пойдемте так мои хорошие значит трава нам тут ни к чему очищаем пространство и делаем бороздку почему я выбрала это место сейчас все поймете смотрите оставить их на жгучем солнце для них это просто беда они у нас тут будут временные жители и я выбрала место под форзиции ее зелень в любом случае прикроет эти мои посадочки потому что солнышко перейдет на эту сторону но тем не менее у нее много зеленой массы и будет хотя бы кружевная тень вот теперь нужно естественно пролить как следует водой так все видно я хочу чтобы вы это увидели так водой пролита здесь кстати очень хорошая почва потому что эта кучка образовалась от того что здесь росла старая при старые было лет 40 сирень а потом я начала складывать сюда отходы травяные все здесь было все одета как бы это был компостный небольшой ящик и теперь здесь не земля а хоть сам ешь называется смотрите значит юг у нас в той стороне поэтому для того чтобы солнце не обжигала эти черенки надо чтобы она скользила по растениям пока я их вот смотрите я нула да вот это место должно быть в земле вот так вот этот листик эта пазуха в земле быть не должна и когда вы поставите под 45 градусов это растеница очень плотно обожмите его почвой съедают на ходу о воды вот прям сильно сильно не надо бояться надо чтобы прилегание почвы было стопроцентным так второй черенок на расстоянии 15 сантиметров также сильно в почву а теперь также сильно вдавливаем очень хорошо да что что-то съели уже меня о воды не могу больше кошмар какой-то так и третий черенок и тоже вдавливаем очень сильно обжимаем как бы пальцами да а теперь смотрите все они на месте а теперь присыпьте так чтобы не засыпать все-таки вот пазуху здесь может развиться лист новый и это будет правильно вот развернем немножко да вот так вот ну и присыпем здесь тоже сухой почвой и конечно бы все очеринки посажены и конечно бы желательно прикрыть это укрывным потому что солнце у нас просто невероятно если у вас солнца нет особого ну как у нас сейчас центральной россии тогда можете не прикрывать но поливать вы должны как можно чаще придет август месяц да и уже с середины августа начнется интенсивнейшее образование корней пока вот в пазухе листа который находится под землей начнется образование каллуса то есть такой белый наплыв из которого потом появятся белые корешки которые нам вот так вот нужны но я надеюсь что вы все увидели и все услышали на этом я закончу всего доброго и до свидания кстати пересаживать потом только на следующий год в августе услышьте меня не сразу как вы почку увидели от радости побежали его садить на место нет на следующий год в августе все пока